Всем привет! Я приехала отдыхать на все включено в отель Alibaba Palace. Это недорогой четырехзвездочный отель на первой линии в Хургаде. Думаю, каждый, кто хотя бы раз был на этом курорте, слышал об этом отеле, а многие мои зрители просили меня сделать его обзор. Это безумно популярный отель! Давайте посмотрим, какой он! Четырехзвездочный отель Alibaba расположен на первой береговой линии в 13 километрах от аэропорта Хургаде. Отель открылся в 2001 году. За 22 года работы он пережил несколько реноваций. Некоторые номера обновляют прямо сейчас. Я приехала отдыхать на все включено в апреле. В рамадану. На ресепшн есть русскоговорящие сотрудники. Персонал тут вежливый. Я с первых минут поняла, что в Alibaba заботятся о гостях. В отеле почти 750 номеров. Они расположены в аккуратных двухэтажных домиках. Официальное заселение в отель начинается в 3 часа. Я приехала в 9 утра, и мне сразу же дали номер. За это ставлю плюс отелю. В отеле три категории номеров, стандарты, делюксы и семейные. Я решила выбрать делюкс, потому что он не сильно отличался по цене, а по фотографиям выглядел более современным и комфортным. И я сразу вижу, что я не прогадала. Давайте посмотрим мой номер. Начнем от входной двери. На входе стоит шкаф. С одной стороны отделение с полками, и здесь бесплатный сейф. А вот здесь отделение с вешалками, тут лежат дополнительные подушки и есть халаты. Удивительно, это четверка, но тут есть халаты. Супер! Тут ванная комната. Ее посмотрим попозже. Вот тут я бы добавила зеркало в полный рост, потому что зеркала тут только маленькие. А напротив стоит холодильник. Здесь только вода. Тут есть чайник. Настоящие, а не пластиковые кружки. За это тоже плюс. И набор для приготовления чая и кофе. Номер делюкс оказался очень просторным, светлым, современным. Видно, что тут был ремонт. Все свеженькое, даже пахнет деревом. В номере есть кондиционер и большая двуспальная кровать с белым новеньким бельем. Напротив кровати висит большой телевизор. Вот такой столик. Здесь много ящиков. Очень удобно, можно разложить все вещи. И вот здесь такое зеркало. Мне кажется, что не помешало бы все-таки побольше зеркала. По краям от кровати стоят тумбочки, и здесь очень продуманное освещение. Есть и над кроватью, есть вот такие вот лампы необычные, которые загораются, когда к ним прикасаешься. Тут стоит пара стульчиков, такая зона отдыха. И сейчас давайте сходим на балкон. Смотрите, какой тут большой плюс есть москитная сетка. Балкон достаточно просторный. Из мебели тут только стулья для отдыха. Вид у меня во двор. Тут вот я вижу, есть небольшая стройка. Видимо, в отеле идет реновация. И еще, конечно же, морюшко. Мой номер находится близко к морю. В ванной комнате тоже был ремонт. Видно, что тут все новенькое. Хорошая сантехника из гигиенических принадлежностей. Здесь только шампунь, гель для душа и мыла. Есть фен и два зеркала. Одно небольшое и основное. В душевой кабине очень нестандартное решение. Сама она просторная, очень удобная. Но здесь сделано окно, из которого видно комнату. Хорошо, что есть жалюзи. В целом, номер произвел на меня очень приятные впечатления. Я получила даже больше, чем ожидала. Из минусов отмечу пару муравьишек, которых я тут заметила. А еще один плюс — это бесплатный Wi-Fi в номере. Напишите в комментариях, понравился ли такой номер вам. Как вы считаете, достоин он четырехзвездочного отеля или нет? Если вы впервые на моем канале, то я советую посмотреть вам и другие мои видео. Там вы найдете обзоры других отелей Хургады и обзоры самых популярных экскурсий. Я считаю, что в Хургаде нужно обязательно выходить за пределы отеля куда-то выезжать. Советую вам сплавать на острова, побывать на сафари, съездить в Луксор и другие классные места. Я нашла отличное туристическое агентство в Хургаде. Оно называется Albatros Travel. Там говорят на русском языке и предлагают все самые популярные туры. Причем цены там вдвое ниже, чем у отельных гидов. В описании под этим видео я оставила для вас ссылку, по которой вы можете посмотреть, какие есть варианты туров и сколько они стоят. В этом агентстве есть как самые популярные туры так и что-то уникальное. Гиды там говорят на русском, сервис поддержки тоже, и оплату можно сделать даже в рублях. Это очень удобно. Заглядывайте в описание, переходите по ссылочке. Я уверена, что вам понравится, потому что там самые низкие цены. Проверено! Отель Alibaba занимает территорию площадью более 120 тысяч квадратных метров – зеленую, ухоженную и хорошо продуманную. В центре располагается огромный бассейн площадью 2700 квадратных метров и небольшой бассейн для детей. Прямо среди воды расположен островок с баром, где в течение дня предлагают напитки и закуски, а по вечерам накрывают полноценный ужин. Есть и другие бары. В концепцию all-inclusive входят безалкогольные напитки, местный алкоголь и коктейли. В Alibaba активная анимация. Тут проходит аквааэробика, уроки танцев и различные игры. Весь день что-то интересное. Знаю, что родители очень хвалят детскую комнату. Ребятам тут реально интересно. Для них проходят игры и мастер-классы. Аниматоры занимаются с детьми аж до 23 часов. Кроме того, в отеля хорошие игровые площадки. Любителям активного отдыха предлагают поиграть в теннис, мини-гольф и футбол. За дополнительную плату можно поиграть в бильярд или боулинг и даже покататься на коньках. Alibaba Palace является частью большого резорта, который состоит из трех отелей одной сети – Alibaba, Jasmine и Aladin. Их территория считается общей. То есть гости Alibaba могут пользоваться инфраструктурой других отелей, за исключением ресторанов. Правда, отель Jasmine сейчас закрыт. От него остался только пляж и мини-зоопарк. Уверена, что детям понравятся забавные обезьянки. Их можно угостить бананами. Отель такой огромный, что за его пределы можно даже не выходить, разве что на активный шоппинг и на экскурсии. В этом отеле обалденный аквапарк. С одной стороны большая детская зона, очень веселая, с горками, бедрами, много воды. Круто! С другой стороны несколько горок, причем некоторые из них довольно экстремальные. Мне было страшно кататься. И еще большой плюс, что здесь катаются на кругах. В аквапарке шесть больших горок. В детской зоне расположено еще несколько спусков, более спокойных. Аквапарк работает с 10 до 16 часов с небольшим перерывом. Особых очередей на катание я не заметила, хотя детей в отеле много. На территории аквапарка расставлены лежаки и работает бар с напитками. По вечерам в отелях Alibaba и Aladin всегда оживленно. Сначала проходит мини-диско, а потом вечернее шоу, живая музыка, караоке и другие развлечения для взрослых. Кроме того, в отеле есть небольшой ночной клуб для дискотек. В отеле Alibaba работает два основных ресторана со шведским столом. Давайте посмотрим, какое тут питание. Сначала я покажу вам завтрак. Первое, что я отметила – бесплатный свежевыжатый сок из апельсинов и дыни. Никогда в жизни не видела такого в четырехзвездочных отелях. А еще выделю действительно хороший и вкусный сыр, копченую рыбу и ветчину. По соленьям и овощам тут все стандартно. С горячими блюдами все хорошо. Два вида каши, блюда из яиц, картошка и фасоль, тушеные овощи, гренки и т.д. На завтрак предлагают несколько блюд национальной египетской кухни. Это отличный шанс попробовать что-то необычное. На шведском столе есть йогурты и пудинги. Выбор фруктов стандартный для весны в Египте. В ресторане хороший выбор хлеба, сладких булочек и пирогов. А главная фишка завтрака – свежие теплые круассаны, которые пекут непрерывно прямо в зале. А еще есть блинчики. Из напитков предлагают сок, лимонад, чай и кофе. В течение дня в баре у бассейна и на пляже гостям предлагают различные закуски, мороженое и пончики. В этом отеле кормят почти непрерывно. Давайте посмотрим, какое питание в отеле Alibaba во время обеда. На шведском столе есть два вида супа, несколько блюд из мяса, рыба и гарниры – как стандартные, так и необычные. Пока вы смотрите ассортимент, я отмечу, что за самыми интересными блюдами всегда есть небольшие очереди. Их быстро разбирают. Но повара тут шустрые, поэтому проблем это не создает. Рестораны в отеле чистые. Заметно, что тут недавно был ремонт. Официанты вежливые и расторопные. Из минусов отмечу только отсутствие чая и кофе. За этим во время обедов и ужинов приходится ходить в лобби-бар. С остальными напитками полный порядок. Выбором и вкусом еды я довольна. Для разнообразия на ужин я решила сходить в другой ресторан – итальянский. Тут тоже шведский стол. Разница между двумя основными ресторанами только в том, что в одном из них часть блюд международной кухни заменили на итальянские. Ассортимент еды, на мой взгляд, очень достойный. На шведском столе всегда есть корольное блюдо из мяса, рыбы, неплохой выбор гарниров, овощей и десертов. За питание я бы поставила отелю 10 из 10, если бы не одно «но». Некоторые столы в ресторанах сдвинуты, а это значит, что в пиковые часы незнакомым людям иногда приходится садиться вместе. Занять столик на двоих во время ужина не так-то просто. В остальном проблем нет – готовят тут действительно хорошо. Кроме того, еда никогда не заканчивается. Ни разу не видела, чтобы кому-то чего-то не хватило. Напитки во время ужина разносят официанты – есть сок, лимонад, пиво и вино. В отеле работает несколько аликарт-ресторанов с обслуживанием по меню. В них нужно записываться заранее. А в баре у бассейна по вечерам всегда накрывают полноценный ужин со шведским столом. Туда вход свободный. Отель Alibaba находится на первой береговой линии Красного моря. Давайте посмотрим, какой тут пляж. На территории резорта раньше было три отеля – Alibaba, Jasmin и Aladin. Jasmin закрылся, но его пляж остался. Получается, что гости Alibaba могут пользоваться своим пляжем – пляжем отеля Aladin и пляжем Jasmin. Здесь очень много места, очень много лежаков. Можно уйти туда далеко-далеко, и вас там вообще никто не потревожит. А можно дружаться поближе к бару, чтобы всегда было что-то перекусить или выпить. Заход в море здесь достаточно плавный, очень быстро становится по пояс, но глубже потом уже не будет. На входе есть камни. Это для меня очень странно. В Египте всегда обычно песчаные пляжи, а тут прям камни. Но есть участки, где можно зайти спокойненько, без камней, по песочку. Специальные тапочки здесь для входа не нужны. На пляже есть зонтики. Вот такие вот они новенькие, красивые. Посмотрите на них. Очень приятно. Также здесь все оборудовано. Есть кабинки для переодевания, туалеты, души, бары. Все очень удобно и комфортно. А еще рядом с отелем есть небольшой коралловый риф. Тут можно поплавать с маской, посмотреть рыбок. Но вообще, если вы любите смотреть на рыбок, хотите видеть красивые кораллы, то я вам советую поехать на морскую экскурсию. Это будет гораздо лучше, гораздо красивее. Если вы не любите навязчивых торговцев, возьмите табличку «Не беспокоить» на станции смены полотенец. С раннего утра до обеда на пляже Прилив. В это время вода скрывает камни на входе, а купаться становится удобнее. Уже недалеко от берега становится по плечи. Я советую вам купаться на пляже отеля «Аладдин». Он совсем рядом, и там просто идеальный песок. По воскресеньям в баре на пляже накрывают полноценный завтрак. Шведский стол такой же, как в основном ресторане. А в обеденные часы ежедневно готовят пасту, фастфуд и жарят мясо на гриле. Еще тут работает центр водного спорта и предлагают покататься на верблюдах. Вода в этом месте очень чистая. Отель Alibaba превзошел мои ожидания. Я думала, что он довольно старый и стоит относительно недорого, поэтому может оказаться не очень хорошим. Но оказалось, что здесь действительно стараются, проводят реновации, заботятся о гостях. Мне здесь все понравилось. Каких-то больших минусов я не нашла. Однозначно рекомендую этот отель для семейного отдыха. Уверена, что здесь будет весело и детям, и взрослым. Напомню, что в описании под видео, как и всегда, я оставила для вас много полезной информации. Там будет ссылочка, по которой вы можете проверить цены на тур в этот отель из вашего города, также посмотреть фотографии и отзывы туристов. А еще я оставила ссылочку на экскурсии, которые стоит заказать в Хургаде. Обязательно посмотрите и воспользуйтесь! Ставьте лайк, если вам понравился отель Alibaba и если вы хотите отдохнуть в Египте. Подписывайтесь на мой канал! Впереди еще много интересных выпусков из Египта и не только!